В городе моём Дождь случайно льётся с крыш Плачут за окном Поздние цветы Я молчу, и ты молчишь В городе моём Свет дрожит дневной Как душа моя точь-в-точь Были мы вдвоём А теперь со мной Одиночество и ночь Как же это всё мне преодолеть? Расставанье, маленькая смерть Расставанье, долгий путь К началу, но смогу я этот путь пройти когда-нибудь Где же ты? Дай ответ Отзовись, мой друг Ау-ау-ау-ау-ау-ау Но в офель Слышу я Только сердце наступит В городе моем царстве суеты Кто-то мне звонит другой Но забуду сном и со мною ты Самый долгожданный мой Если ты придешь, распахну я дверь Солнце в дом войдет, любя Не придешь, так что ж, ты уж мне поверь Я забуду про тебя Как же это все мне преодолеть Расставание, маленькая смерть Расставание, долгий путь к началу Но смогу я этот путь пройти когда-нибудь Где же ты? Дай ответ Отзовись, мой друг Ау-ау-ау-ау-ау Добрый вечер Добрый вечер Сегодняшнюю программу «Взгляд» я хотел бы начать с воспоминаний Несколько месяцев назад в эфире, в телевизионном эфире была другая наша передача, передача молодежной редакции «Что, где, когда» Тогда соперниками наших знатоков были знатоки Болгарии Большую роль, большую помощь в организации и в проведении этой передачи тогда принадлежало бюро молодежного туризма «Спутник» и болгарского туристского бюро «Орбита» Этим двум туристическим организациям исполняется в этом году 30 лет И прежде чем я передам слово Чавдару Карайванову, постоянному представителю «Орбиты» в Москве Я хотел бы сказать вот что Те, кто любит викторины и кто любит путешествия, приготовьте, пожалуйста, бумагу и карандаш Так, да, дорогие друзья, вот как вы и заметили, уже Володя потихоньку начал раскрывать наш секрет Я бы хотел сказать, что знаю, что многие из вас ездили в Болгарию, имеют разные впечатления Но в этот раз вам удается возможность поехать бесплатно по линию «Спутнику» в Болгарию на отдых Так что, если хотите выиграть именно этот приз, я вам задам два вопроса То есть вы предлагаете Чавдар? Я предлагаю Викторину Викторину предлагаю, если согласятся наши советские друзья, конечно И вот мой первый вопрос Что, на ваш взгляд, на ваш взгляд, надо изменить в съвместной работе между Бюро Международного молодежного туризма «Спутник» и «Орбита» Для углубления контактов между нашими молодежами Молодежи двух стран, так? Двух стран Так Это был первый вопрос И прежде чем я вам задам второй вопрос Мне хочется, чтобы вы посмотрели на короткий фрагмент из Болгарии По всей видимости, Чавдар, следующий вопрос будет так или иначе связан с теми местами, которые показываются сейчас, так? Я тоже так думаю Давайте смотреть на мастер Итак, второй вопрос Итак, второй вопрос Напишите, пожалуйста, подробно, что вы знаете об этом месте в Болгарию Вот и мои два вопроса, желаю удачи Спасибо, Чавдар Значит, мне остается только добавить, что по согласованию с турбюро «Орбита» будут учитываться только те ответы и только те письма, которые будут отправлены до 12 мая, то есть в течение пяти дней, так? Ну и адрес 127-00, Москва, улица Академика Королева, 12, взгляд на конкурс Чавдар, и последнее А если так случится, что будет очень много одинаковых, похожих, интересных ответов? Я в этом убежден, что будут такие Мы предлагаем и другие призы, которые не менее интересны, чем бесплатная путевка в Болгарию То есть все будут отмечены, все интересные ответы будут отмечены? Обязательно Спасибо, Чавдар Не мога без тебя Без твоите целуки Без мечтите красиви И без твоя глас И без твоя глас Не мога без тебя Белгите мои дни Без твоя гласа Без твоя гласа Без твоя гласа Не мога без тебя Без твоя гласа 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 Умело насаждались и сознательно насаждались. Мы пытаемся ломать эти стереотипы. Я представляю клуб рабочий. Это общественно-политический клуб турбомоторного завода в городе Свердловске. Основная цель работы клуба – это борьба за то, чтобы рабочие осознали свою роль в изменениях, которые происходят в нашем обществе. При этом рабочие поднимают вопросы, связанные с их непосредственной жизнью. То есть вопросы примирования, вопросы, ну для них это вопрос социальной справедливости. Почему мы на себя это берем? Ну, видимо, потому что это в наших интересах. Интересах рабочих и интересах тех интеллигентов, которые стоят на стороне рабочих. Меня зовут Алексей Ковалев. Я руководитель группы спасения памятников истории культуры из Ленинграда. Наша группа ставит своей целью коренное изменение, преобразование самой системы пользования зданиями, системы реставрации, ремонта зданий и системы волеизъявления народа в отношении государственной политики. У нас были некоторые дома, приговорены решениями исполкома к сносу. То в настоящий момент уже пять домов нами спасено, вот конкретно изменено решение исполкома. Причем это два памятника, два памятника республиканского значения, дома Достоевского. Значит, памятник местного значения это дом Дельвига. И два дома, ну, во всяком случае, те, которым грозил снос буквально в ближайшие недели, два дома просто не памятники. Уже, так скажем, мы переходим к защите всей застройки Ленинграда. Вообще ставим задачу взять под охрану всю застройку. Надо сказать, что отношение моё к сегодняшней маёвке, как к представителям МГК Волкс, им неоднозначное. Дело в том, что сегодняшняя встреча, встреча под открытым небом, встреча на воздухе, это действительно замечательно. Это небезынтересный дискуссионный клуб, возможность обсудить проблемы с самых разных точек зрения. Но, надо сказать, что ещё Владимир Ильич Ленин в 17-м году в своей работе «Слова и дела» писал, что у нас часто делают ту ошибку, что оценивают тактику или лозунги политической группы или партии, оценивают её тактику по тем лозунгам, которые сама эта партия или группа выдвигает. Вот, к сожалению, по некоторым выступлениям можно почувствовать, что это несколько затянувшаяся стадия разговоров. Мы хотим написать письмо 19-й партийной конференции, где высказать свою точку зрения о проблемах развития самодеятельного движения, о том, как, с нашей точки зрения, самодеятельные объединения могли бы помочь прогрессивным силам в партии в их борьбе за демократизацию нашего общества. Знания наши нам дорого стоили Поочерёдно мы держим ответ Трудно сидеть на уроке истории Сорок минут, как четыреста лет Знаем, что вызовут нас непременно Сорок наш учитель Как водится строк Ждём перемены мы Ждём перемены Только надежды у нас На звонок Зря мы, наверное, С учителем спорили Наши критущие на волоске Следует знать На уроках истории Нас за провинности ставят к доске Классы другие придут Нам на смену Всё совершится В положенный срок Ждём перемены Мы Ждём перемены Это ещё не последний Урок Денис 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 ПЕСНЯ 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 Наша выставка посвящена истории развития русского оружия и начинается вот с первой витрины, с первого экспоната. Это реконструкция русского воина 12-13 века, выполненная работниками нашего музея. А что такое реконструкция? Реконструкция это обозначает, что такого подлинного доспеха не сохранилось. И художники, и реставраторы нашего музея, научные сотрудники по иконописи, по клеймам, по печатям восстановили вооружение русского воина. А подлинные экспонаты? Ну, подлинные экспонаты, и самое интересное, это кольчуга, которая найдена на поле Куликовом. В этой кольчуге сражался воин в 1380 году и погиб там. А сейчас давайте перейдем в следующий зал. В нем еще идут работы, но уже готова витрина, посвященная истории русской армии и русского оружия, связанной с Петром I. И какие здесь наиболее ценные экспонаты? Ну, я бы хотел начать с личной печати Петра I. Подайте, пожалуйста. Да, это личная печать Петра I, которую он возил с собой в походы. И кроме того, здесь мы подготовили экспонаты, которые войдут в следующие витрины. Сейчас над ними идет работа. И самый важный экспонат, это сохранившаяся звезда Ордена Святого Георгия. Она принадлежала русскому генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову. И боевая шпага русского офицера, наградная. Здесь на чашке Эфеса надпись «За храбрость». И если шпагу показать вот так, можно увидеть надпись, за что офицер ее получил. В течение 36 часов 4 егерских батальона защищало земляное укрепление крепости Суассон, 1614 год. При наступлении на них двух французских корпусов. Вот за этот подвиг генерал Дурналой получил шпагу за храбрость. И еще две короткие информации. Первое. Выставка русского оружия будет работать на территории Новодевичьего монастыря. И второе. Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит, и стоять будет русская земля. Как было бы здорово, если бы когда-нибудь все оружие оказалось в музеях. Несмотря на поздний час, а сегодня просто какой-то бенефис молодежной редакции, только что закончилась программа «Что, где, когда?», «Теперь мы». Извините нас за такой поздний эфир. Но тем не менее я знаю, что сейчас нас смотрит очень много ветеранов. И знаю я это потому, что в нашей почте, в почте нашей редакции, в почте программы «Взгляд» очень много писем от ветеранов. Спасибо вам большое. Спасибо за эти письма. Они заставляют о многом задуматься и влияют на то, как и с чем мы выходим в очередных выпусках программы «Взгляд». И я пользуюсь случаем, скоро 9 мая. Скоро праздник, День Победы. Примите, пожалуйста, самые искренние наши поздравления с этим днем. Но 9 мая – это ведь еще и День Памяти. Как часто сейчас можно выйти в этот день на улицы и увидеть рядом с седыми ветеранами, совсем молодых ребят с боевыми наградами. Я имею в виду афганцев. И день 9 мая становится Днем Памяти и тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, и тех, кто выполнил свой интернациональный долг. Вчера мы получили сообщение о том, что двое наших коллег, журналисты газеты «Известия», попали в Афганистане в засаду. И один из них, Саша Секретарев, погиб, а Сережа Севрук получил очень тяжелые ранения. Вы, наверное, уже видели сюжет программы «Время» об этом. Я хотел бы вам показать лица этих ребят. В Афганистане, в черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу К русским зорницам несет ребятишек домой. В черном тюльпане, Те, кто с заданий Едут на родину милую в землю залечь, В отпуск бессрочный, Орваные в клочья, Им никогда, никогда Не обнять теплых плеч, Когда в Азисе джела лопада. Свалившись на крыло тюльпан наш падал, Мы проклинали все свою работу, Опять бача подвел потери роту В Шинданде, В Кандагаре и в Баграме. Опять на душу класть тяжелый камень, Опять нести на родину героев, Которым в двадцать лет могилы роют, Которым в двадцать лет могилы роют. Но надо добраться, Надо собраться. Если сломаться, то можно нарваться и тут. У горы стреляют, Стингер взлетает. Если нарваться, то парни второй раз умрут, И мы идем совсем не так, как дома, Где нет войны и все давно знакомо, Где трупы видят раз в году пилоты, Где с облаков не валят вертолеты, И мы идем от гнева, стиснув зубы. Сухие водкой смачивая губы Идут из Пакистана караваны, И значит, есть работа для тюльпана, И значит, есть работа для тюльпана. В Афганистане, в Афганистане, В черном тюльпане мы молча плывем над землей, Скорбная птица через границу К русским сорницам несет наших братьев домой, И когда в оазис сытшела лопата, Свалившись на крыло тюльпан наш падал, Мы проклинали все свою работу, Опять пацан подвел по черри роту. В Шинденте, в Кандагаре и в Баграме Опять на душу класть тяжелый камень, Опять нести на родину героев, Которым в двадцать лет могилы роют, Опять нести на родину героев, Которым в двадцать лет могилы роют. Май удивительно богат праздниками. Первый май, девятое мая, Завтра, простите, уже сегодня, Сегодня уже день радио, И мы, это немножко и наш телевизионный праздник тоже. А совсем недавно, пятого мая, Был день печати, праздник. И поэтому мы гостей сегодня встречаем при параде. У нас в гостях журналист, Корреспондент журнала «Новое время» Ирина Лагутина. Володя, это я вас должна поздравить. Все-таки сегодня седьмое уже число. Этот праздник ближе вам. Спасибо. С чем сегодня к нам? Я принесла с собой сегодня журналы, Со всего света, которые приходят в нашу редакцию. Что объединяет все эти журналы? Вы знаете, на всех обложках лица. И вот первый журнал «Французский экспресс». Представлять человека, который здесь, я думаю, не надо. Это Франсуа Меттеран. Он набрал наибольшее количество голосов В первом туре президентских выборов. И вот передо мной Результаты опроса общественного мнения, Проведенные институтом Софрес. Это один из самых влиятельных Институтов во Франции. Вы знаете, из него я решила выбрать всего два факта, Которые меня очень привлекли. Первое. Что предопределило неуспех Ширака в первом туре? И что практически не отразилось на Меттеране? Как ни странно, ни политика, Проводимая внутри страны, Ни внешнеполитические аспекты, Ни предвыборная платформа, Ни что это? На первом месте по опросу стоят События в Новой Каледонии. Ну, то, что сейчас там происходит, Вы могли видеть в программе «Время». Да, был репортаж. И второй интересный факт, Это то, что Одна треть французских избирателей Отдали свои голоса Не за представителей крупных партий, А за тех кандидатов, Которые вообще не имели шанса Стать главой государства. Я думаю, что именно поэтому Было так сложно предсказать, Кто же победит завтра Теперь уже на выборах во Франции. Ну, завтрашний день покажет. Так, с Меттераном разобрались. Второй журнал Итальянский эспрессо. На его первой обложке В гостях у журнала Самый популярный ведущий Итальянского телевидения Ренцо Арборе. 25 лет он работает на телевидении, Кстати, вот как раз к нашему празднику. Он всегда вел Юмористические передачи. И за эти четверть века, Пока он работал, Как он сам пишет в интервью, Помещенном в этом журнале, Ему приходилось переодеваться И гримироваться в негра, Гримироваться под панка, Даже одевать женские костюмы. Но теперь Арборе решил Чуть-чуть сменить амплуа И вести более серьезные программы. И последний журнал, Который я принесла, Это, опять-таки, Французский журнал Паримач. И лицо человека, Который, Вы видите, Вам всем хорошо знакомо. Почему же Редакция журнала Решила Поместить крупным планом Именно фотографию Жанна Поля Бельмондо? Ну, во-первых, Потому что каждый читатель, У каждого читателя, Который увидит это лицо, Естественно, Родится добрая, Теплую улыбку у каждого француза. Я думаю, что не только у француза. А во-вторых, Я думаю, что это, конечно, В-первых, Бебель, Как называют ласковые французы, Стал дедушкой. У него родилась дочка Аннабель. И после своего последнего спектакля В театре Марини Жанна Поля вылетел в США, Чтобы чуть-чуть ощутить себя Вот в этом своем новом качестве. Чуть-чуть побыть дедушкой. Спасибо, Ира. Вы называете сейчас, Вот показали нам три журнала, И все журналы иностранные. Вы представляете журнал Новое время. Мне хотелось бы знать, А вот такую панораму лиц Мы можем увидеть в вашем журнале? Да, за последний год Наш журнал очень изменился, И мы ввели даже рубрику, Такую вот маленькие заметки О самых интересных людях На этой планете. Понятно. И, ну, почти самое последнее. Вы так серьезно рассказываете О всех этих международных Новостях и событиях, Я вам искренне верю. Ира, а что вы еще, кроме этого, любите? Шить. Вы знаете, это мое самое большое увлечение, Наверное, после моей профессии. Иногда по вечерам устала, Я прихожу домой и посажусь. Ира, я вас еще раз поздравляю. Спасибо. И мы с помощью наших французских коллег Подготовили вам небольшой подарок. Видеоклип, в котором... Субтитры сделал DimaTorzok